вниз значит смотрите начинаем третий сет работы с шеей вот мы закончили да вот этим шестеренками вот сюда отодвинули черепушку подальше да и теперь особенно для мощных людей у которых такие мышцы каменные практически вообще всеми кулаками целиком используем внедряемся прямо в него аж даже смотрите даже я отхожу чтобы напор был большой и бесстрашно со всей силы как не знаю как добыватель сланца марганцевых пород вот всю шею ведь целиком всей вот получается три движения раз в него прям отодвинула трапецию до довели боковые мышцы шеи вот уже боковые до до черепа здесь отодвигаем их костяшками пальцев от центра периферии до всей раку рукой до всеми кулаками и опять же всем кулаком можно опять приподнять еще раз на себе так оттянуть и сразу переходим вдоль вот этих российских отростков и вот мышцы до между ними внедряясь оттягивая там глубоко большим пальцем это мышцы как можно дальше от центра периферии вот этот я говорил очень острое место бывают где болят от мышцы до где-нибудь под лопатки заходят вот идут можно от ее глубоко проработать вот именно до туда до самой лопаточки здесь на так вот валик будет больно да есть немного есть некоторого никто прям вот зажат вот это бывает да вот такая длинная мышца но до сюда идет а потом от нее еще 1 до сюда прям ее всю до сюда прорабатываем и прям подробно вот эту точку вот пощупайте она есть ну хочешь пощупать вот там валит нам такой видишь к уголку лопатки идет здесь можно с этой стороны вот так вот прямять ладони да просто уже более мягко разгладить вторую подключаем сторону опять же ведь я разглаживаю я беру всю ширину мышцы и ладони вот такую туда вот на своих из ладони доходим еще раз до черепа и уже можно вот это вот где начинается вас есть та часть вот повышу кого-то пониже да вот все просто обрисую где черепа на заканчивается вот идет вот тут есть шишечки вот тут шишечка и у некоторых вот выпирает маленькая шишка или по центру где вот уже там входит в череп значит вот эту часть да мы пробинаем дополнительно мягкими круговыми движениями и техника шиатсу провибрируемые ты шатсу если помните он как был палец в точку внедряется до собраться и выходят туда вот тут включается как раз накладываем все четыре пальца ведь у нас очень четко ложатся на эти точки сначала мизинцами безымянными пальцами средними пальцами и указательными пальцами последняя . вот как раз в том месте такая впадинка бывает прям туда вот внедряетесь глубоко-глубоко ну любым пальцем каким хотите хоть таким хоть большим до любым вот я например вот этим да и отодвигаю видите я как бы череп все-таки отодвигаю глубоко там вот вижу часто 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 здесь ваше тело сменит звуком вы можете просто вот отдыхать вот у вас руки после приема устали до один палец работает отдыхаете может немножко потанцевать мышцы потясти ногами просто просто вдохнули сбросили все всю энергетику вот это место кстати некоторые прямо говорят о кайфа так вот никто не делал нравится да вот эта точка такая волшебная и этим что мы делаем вот еще раз повторяю вся наша техника мануального массажа она подготавливает вот этими вибрациями вот этими глубокими приминаниями до мышц тела к дальнейшим манипуляциям мануальным которые мы сейчас делать в следующих видео уроках то есть мы сейчас атлант и второй позвонок аксис относительно черепа моих вот так вот как бы расти сами мелкой дробью такой ну и также можно пройтись вот назад прошлись назад тоже раз два три четыре показывали теперь нюансы работы с точками если у человека вот все-таки зажата где-то до стригерные места но он обычно об этом заявляют перед началом сеанса да уже говорит либо вы почувствовали до нашли их то есть с точками мы работаем на вдохе вот находим уход из первую точку до сильно в них внедряемся и говорим вдыхай прижимаем достаточно сильно 5 10 секунд и отпускаем вторая точка здесь выхода вдыхаешь ослабляйся было больно потом вот тут но они как бы вот уголок и за дарим до могут быть приятная боль вот получается 1 . 2 через три сантиметра примерно вот 3 до 3 3 теперь . в середине трапеции вот там по центру уже туда в тело в тело мы внедряемся если убери вот руки или дрожат от напряжения тоже хорошо выдохнули . под трапеции поднимаем трапеции до идет шея и утром под ней вот там можно щупать он так вот небольшой не знаю размер из пепли на яйцо муж поменьше такой небольшая такой валик там есть вот туда и прямо в тело человека если жмете сильно да все-таки тогда делать одной рукой сначала с одной стороны а то человек не выдержит прямо бывает в голову ток стреляет или некоторые говорят в колено жгет то есть точки такие действительно куктурные мощные причем так интересно что вот на противоположную сторону если работаем с правой стороны слева стороны да то правое колено до пятки даже не доходит и отсюда наоборот низкосок то есть работать вот ну ты крепкий давайте с двух сторон нажму вот расслабляйся тут не слабился расслабься 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 вот и тут очень болезненно точки их желательно еще дополнительно так размять вести если делать стоя или сидя то прямо рука расслабляется полностью вы даже может почувствовать как вас вся группа мышц вот это вот просто большая такая мягче стала мягче все устало это есть еще точка на шее вот тут где плавающий нерв примерно да и и тяжело объяснить где конкретно находится ну как минимум тут вообще много их 3 но вот пациенты там по центру этот участка да вот центральность мышцы посередине там такой будет желачок он как бы ускакивает из пальцев вот его нащупали и прямо на него надавливаем поменьше тут он слишком болезненно секунд пять вообще не больше и со стороны для симметрии получается у нас в этом сайте больше работа с точками давайте даже точки до конца найдем да так прожали и после этого обязательно как-нибудь так протрясите немножко чтобы болевый синдром снять проходим дальше точку вот эти прошли до вокруг ухо где она крепится прямо так вот по чуть-чуть продавливаем прожимаем зафиксировали точку где ухо вот начинает рост свой сверху до ее продавили достаточно сильно и там где она вот начинает расти до продавили но крепится куда ухода в соответствии страны теперь смотрите там все точки тому что мы не будем даже их изучать название их нет смысла это все запоминать у нас не точно не точный массаж да но мы берем вот от висков прямо вот видите по волосистой части сами виски четыре пальца накладываем и достаточно жестко вот так вот такую вибрацию выводим их вверх с двух сторон покрупнее план с двух сторон заворачиваем его туда такой вибрации под ключицу прямо внутрь под шею подключиться отсюда же забираем из-под черепа да вот так мягким и уже мягкие мягкие движения такие вот такие движения получается вот из-под челюсти из-под уха и все вот туда туда подключиться вот получается вот сюда наше движение не сюда вот сюда центр стараемся туда прям увести вот уже такие мягкие расслаблены движения сюда это что мы делаем гадаете для лимфодренаж то есть но я вообще не имею не вижу смысла делать лимфодренаж как отдельно какая-то процедура да она просто входит уже профессионал понимать что зачем это как-то отдельно заказывать с лимфой вот именно тут идут лимфоузлы до вокруг черепа и под ухом вот тут их они тут достаточно большие поэтому их мы не жмем мы жмем тут вот выше да здесь тоже лимфа канал лимфа но она вся идет вот так вот так вокруг ушах ухо по уху спереди по лицу вот так трудит и вот туда вот уходит поэтому ее подключить сухой поэтому от мою несколько раз вот так легонечко прогоняем туда в ту сторону вообще если помните даже вот когда мусульмане там узбеки молятся и даже не молятся после обеда на этот 300 вытирать свой помните да вот никто не знает для чего они это делают а когда-то древние людям сказали почаще вот так сделайте да и будете моложе и здоровее потому что это лимфа лимфа не ускоряет они отток лимфа отсюда уволен в сторону туда да поэтому сюда по шее настекает то есть вот даже вот это вот молебельное движение оно тоже подразумевает собой еще и физиологическую функцию вот ухо тоже обрабатываем точки что такое ухо это перевернутый зародыш человека вверх ногами то есть вот и голова его видно даже похоже если зародыш посмотреть в разрезе вот его хребет пошел вот там ручки-ножки а вот его хвостик копчик да вот сторону ну козелок ухо он как бы за это не отвечает вот соответственно мы его разминаем даже если разрезать мозг человека пополам ну то есть полива права полушария развести развести внутри посмотреть да то будет у каждого ухо индивидуально же до рисунок знаете так что отпечатки пальцев то у человека вот рисунок мозга внутри вот это будет повторять его ухо собственное то есть это все действительно комплектуру влияет на все тело человека и соответственно мы же работали с позвоночником да также продолжаем активизировать его позвоночник то есть берем проходим просто продавливаем да вот эти вот точечки вдоль позвоночника вот я уже хребет прошел вот уже крестец пошел вот копчик продавил там до копчик не достать зато можете достать три . делать соединяется челюсть как раз от козелковых идет да вот так вот три точки есть их тоже раз два три так можно продавить мышь мышь иногда вот тут вот еще проходим по внутреннему оботкуда еще один ряд точек идет сейчас вот массирую глаз вот челюсть вот вот надбровные дуги вот массирую ну кстати не только иглотерапии может быть видел дальше до устают там для похудения для лечения глаза для лечения там снасти психическое напряжение да вот сюда и бог ставят это вот все тоже она работает ну и соответственно само ухо берем захватом достаточно жестко до стараемся вверх его вытянуть вниз вытянуть в сторону и назад вот тут есть такой мануальный прием когда мы его берем и вверх так немножко до щелчка может дойти это надо тренироваться давно чтобы не оторвать ухо потом но можно его загнуть спирали вот в эту сторону и вот туда массировать хрящий достаточно мягкий безобидно будет и вот между двумя пальцами как бы ножницами хватаем да у нас получается два области трения вот так вот и вот так вот быстро растираем чтобы уши были прямо красные горели это многим приятно одна девушка не пришла на массаж спину заказала да а я это много в спину входит уже и уши и голова и уши размассировал кричала быстрее ой ой уши не трогай зачем ты хочу трогать шерсти не просила причем приходит на следующий сеанс и говорит такой кафе не ожидал извини извините на ругалась на тебя оказывается уши это вообще кафе не знала до серьги но большие конечно снимать да если маленький сергей принципе можно оставить большие надо снять и опять же проходим вот так вот у вас есть начальство до массажек такой легкие вибрационную так вот волнисты да вот мы волнами круговыми движениями и аккумунтурной точке у нас идут вдоль середины черепа до примерно по два сантиметра с каждой стороны и по два сантиметра друг от друга вот такими таком и жидком это тоже продолжение позвоночника некоторые меня спрашивают а зачем ты череп массируешь когда мне надо спину а вот вы понимаете это тоже культурной точки позвоночника да и череп вот мы снизу вверх идем достаточно сильно вот так через каждого сантиметра он принес может такие ямочки нащупать шишечки там есть маленькие попадают как бы в них при опыте вы продолжим опыте вы их сами уже будет автоматически нащупывать доходим до низа и проходим весь позвоночник вот уже начинается до дальше как вы прижимаете точки вот такой вертолетик делаем и мягко вокруг каждого позвоночка проводим с любовью вниз назад медленно уводим энергию вплоть до самого крестца возвращаемся назад и соответственно это же мы тоже уже перед нашей мануальной манипуляции в дальнейшем уже провели некоторых диагностику вот именно нашел вот этот блок сейчас даже смещен позвонок это по моему 2 2 грудной позвонок смещен можно двум пальцем сразу же проверить все остались ассисты позвонки ну в данном случае видишь все идет легко и мягко потому что хорошо все устроено у человека все на месте здесь проверяем тоже все чуть-чуть старый позвонок подвинут опять же отсюда вправо получается вот атлант мы его не сможем прощупать здесь куда можно почувствовать когда падут эти мышцы снизу так и залезть вот там эти шишечки видим чуть-чуть повернута получается повод этой оси вместе со вторым позвонком он повернут вот сюда чуть-чуть вот они за косточки не больно нет вот они кстати вот можете пощупать но проверьте проверьте у кого там пальцы хватает вот упирает чувствуете это боковой отростки атланта так ну можно сказать что с шеи мы закончили да вот этим сетом и переходим к заключительным действием с спиной куда тоже включается шея об этом мы скажем в нашем следующем сете поэтому старайтесь вот эти все нюансы воспринять получите и поставить руки именно на наших тренингах по видео смотрели все бесполезно для вы смотрите если только лайк поставить это от вас будет польза небольшая а так подписывайся на наш канал и приходить на тренинг коллегу Аллафу Гудвину